Максим, это уже третье сотрясение за полгода. Ну, может, пора бросить бокс? Чего? Бросить бокс после трёх занятий? Я не знаю, ну или соперников выбирать, каких-то попроще. Это был не соперник, это груша была. Я думал, она закреплённая, а она как даст... Слушайте, я должен вас предупредить, что после четвёртого сотрясения вы можете стать... Таксистом? Ну, вы же сейчас показывали таксиста? Нет. Я хотел сказать, что после ещё одного сотрясения вы можете стать дурачком. А, угу. Так а что вы таксиста показывали? А может, даже раньше. Ладно. Давайте пока медсестрички нет, мы вам давление померяем. Поработайте кулачком. Поработайте кулачком. Кулачком? Ага. Ага. Дурак, дурак, дурак. Простите, доктор, но я перепутал. Я... У нас в зале просто, если поработай, значит поработай. Дурак. В таком районе я живу. Да, а вот у него, похоже, четвёртое сотрясение. Так, что мне в лабораторию кровь из носа нести? Дурак, дурак, дурак. У новой полиции можно фоткаться, а вам нет. Чем вы хуже? Класс, сейчас започу. Ой, а что-то вы с фотографией делаете? Я её выкладываю в интернет. Ага. Есть. Ах, Виктор Николаевич лайкнул. Что сделал? Ну, Виктору Николаевичу понравилась фотография. Самому Виктору Николаевичу? Да, что не так? Ага, всё не так. Слушайте, я там моргнул. Давайте перефоткаем, а? Давайте. Давайте. О. Всё, готовим? Можно? Да. Всё, давайте, типа, мы бьёмся на этих, на мячах. Давай. А ну, волей. О. Ну, что? Давай. Грузины. Да, давай грузинам. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Всё, теперь я собака, а ты, типа, давай. О, давай, ты собака. А я, таки, пограничник. А? Круто. А давай теперь я на кони. А, давай. О, всё, типа, что? Музыканты. Музыканты, давай, гитаристы. На флейтах. Да, на флейтах, давай. Круто. И подпишу самые весёлые гаишники. 122-й пост. Обязательно. Я могу ехать? Конечно. Виктору Николаевичу привет. Хорошо. Ага. Пламенный. А кто такие Виктор Николаевич? Это кто? Начальник наш. О. Таквин же Анатольевич. Бокальчик светлого, пожалуйста. Секунду. Бокальчик светлого, пожалуйста. И сухарики. И сухарики. Мужчина, выпили, ведите себя достойно. Мужчина, выпили, ведите себя достойно. Так, если вы сейчас не успокойтесь, я охрану вызову. Я сейчас охрану вызову. Мужчина, у вас всё в порядке? Мужчина, вы всё в порядке? Не знаю, я могу вам чем-нибудь помочь? Я могу вам чем-нибудь помочь? Слушай, мужик, ну ты достал же! Слушай, мужик, ну ты достал же! Вообще-то я сюда отдохнуть пришёл! Вот здесь мне отдохнуть пришёл! Может, вам налить? А это совершенно другой разовый год. Игорь, Александр, два по пятьдесят, пожалуйста, водочки. И пиво, если можно. И пивка. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ На троих Любимейшие! Серьезно! Ребята, у меня для вас важная информация. Я хочу посодействовать, так сказать, нашим органам в удушении коррупционного змея. Чего? Хочу взляточника сдать. Какого? В смысле, кого? Ректора театрального университета и всю его приёмную комиссию. Понятно. Опять не поступила, да? Какой это уже? Тринадцатый раз? Филиппова, может, ты им что-то не то на экзамене показывала, а? Что я там только не показывала? Ты давай без этих подробностей. Не, ну я думала, что просто там каждая деталь важна. Слушай, а что ты там хоть играла? Шо-шо, классику. Прямо на экзамене классику? Да не, это, я играла, как его, мантеки, капулетти. Ага, а ты, значит, проститутчик. Чё сразу проститутчик? Я, между прочим, к вам, как нормальным людям, пришла. Да? Филиппова, ну ты ж знаешь, что Джульетта, это шестнадцатилетняя девочка, невинная девочка. Ну? А ты, ты минимум в два, два с половиной раза старше и в два с половиной миллиона раз опытнее. Это я понимаю, но почему-то Елена Степановна, сорокапятилетняя Джульетта, поступила. Филиппова, мы тебя на прошлой неделе с негром взяли. Тебя надо было эту, как её, Дездемону репетировать. А мы, между прочим, все мы и репетировали, пока вы не зашли и не заломали его, заслуженного артиста Кенни, а? Да кто знал. Вот пока вы здесь сидите и бездействуете, там процветает коррупция. Ладно, поехали. Будем брать коррупционера. Брать будем на жирца. Ты, Филиппова, живец, иначе тебе... Я поняла. Вот сколько раз зарекался с проститутками не связываться. Филиппова, вот что ты ему не отдала меченые купюры, а? Я же ему сказала, если вы меня не примете, то я вас ментам сдам. И он меня принял. Я сразу вот поступила на третий курс. Так же, ребяточки мои, синенькие полоночки, я вас так люблю. Вы такие мне хорошие. Филиппова, если ты еще раз заявишься в эту дверь, я тебе обещаю, мы всем отделением с тобой будем репетировать Каллигулу. Давай, а че, когда? Филиппова пошла вон отсюда! Слушай, ну, с Каллигулой это ты загнул. Ты просто вчера смотрел. Чем закончилась? Наша победила. У вас что-то случилось? Собака! Собака отрывалась! Вы не переживайте, вы присаживайте, сейчас мы попробуем ее как-то словить. Как собаку ловить-то? Ну как, наживца. Давай, Женечка, давай. Подоград, подоград, подоград. Где это произошло? Вот там, вот там. Особые приметы. Она очень красивая. Мужчина, смотрите, это! Нет, моя крупнее была. Крупнее. А глаза? Мужчина, смотрите, это! Не-не-не, моя была кобель. Глаза очень умные. Мужчина, выбирайте быстрее! Моя овчарка была! А мой же граф к вам в академию поступал. Почти все тесты сдал. Что, тест на IQ не прошел? Не, IQ как раз у него выше всех было. На отжиманиях завалился. Ян, я че звонил-то? Я ж дома пацаку забыл. Эй, я не понял, что здесь? Мужик, ты че? Кто ты такой? Тихо-тихо, клюет. Че клюет? Ты что, меня за идиота сейчас держишь? Тихо! Что, тихо? Что здесь вообще происходит? Яна! Яна! Опа-опа-опа, опа-опа, опа-опулечки! Опа-опа-опулечки! Вот это да! Вот такие нам нужны. Так. Это что? Это карпик. Крам-четыреста. Да я вижу, что не Сомик. Это кто такой? Сашенька, это рыбак. Он такой же, как и ты, но он так тягает. Так тягает? Профессионал, значит. Точно. И давно ты тут так тягаешь? Ой, каждую субботу как ты уезжаешь на рыбалку. Мужик, ты, знаешь, ты вообще зря куда-то ездишь. У тебя тут такие места рыбные. Ну я побежала. И откуда ты про эти рыбные места узнал? Ну как, на форуме рыбацком. Мужики очень рекомендуют. А, понятно. Только если ты профессионал, какого хрена ты моя удочка ловишь? И в моих труселях тут ходишь? Так, все, клево не будет. Скупнусь. А вот и свежая рыбка. Яночка, а ты не хочешь пойти скупнуться? Все. Да, неплохо. Какие туры вас интересуют? Хотим посмотреть новые города. Да, чтоб природа была, древняя архитектура. Тогда могу предложить Прагу. Прекрасный средневековый город. Нет. В Праге мы были. Хотя пиво там отменное. Пиво отменное, базару нет. Ну что ж, тогда может быть Шотландия. Неповторимые горные пейзажи. Были мы и в Шотландии. Хотя вискарь там... Вискарь незабываемый, базару нет. Может быть вы хотите экзотики? Да. Мексика. Пирамиды инков. Не, Мексика это ерунда. Хотя текила там... Текила гремучая, базару нет. Хорошая, да. Тогда не знаю. Слушайте, а может есть у вас туры в Саудовскую Аравию? Есть. Только позвольте узнать, а что именно вас там привлекает? Ну там же запрещен алкоголь? Запрещен. Ну вот, просто хочется запомнить с поездки не только самолет и отель. Понимаете? А-а-а, поняла, оформляю. Отлично, да. Только один нюанс. А есть там рядом какая-то страна, чтобы можно было пить алкоголь? Ну там через пролив Египет. Египет? Пушик, давайте Египет. Пять дней Аравии, пять дней Египет. Да. Выписывай. А-а. Хотя я вот это думаю. Совершенно пять дней. Три дня будет достаточно. Давайте так, три дня Аравия и неделя Египта. Да, нормально. Ясно. Немноговато три дня. Давай, слушай, один день Аравия, там все посмотрим, пофоткаем, что там в принципе смотреть, да. И девять дней Египет, так, чтобы отойти от культурного шока, да. Давай, давайте. Один день Аравия, девять дней Египет. Пишу. Добро. Хотя я вот так думаю. Чего туда на один день лететь? Правильно? Точно. Десять дней Египет, ультра, all inclusive. Да. Ясно. Оформляйте, а мы пока обмоем путевочку. Давай. Эй. О, кашля. Это просто капец. И не говорите, Гурген Георгиевич. Сколько летаю, такого еще не видел. Ситуация экстренная. Что будем делать? Остается только одно. Уважаемые пассажиры, дорогие мои. Наш самолет терпит крушение. К сожалению, выжить не сможет никто. Ваш капитан, Гурген Георгиевич, куда летаться? Да, крушение! Как вы что? Мы не можем упасть, я же слишком маловна. Да успокойся, Ян, мы не падаем. Как не падаем? Вот так не падаем, все хорошо. А почему же вы так не сказали? Потому что тебя, вертихвостка малолетняя, по-другому не дозовешься. Мы кофе сорок минут назад просили. Да. Ты хочешь, чтобы я здесь уснул? Нет, нет, я помню, две ложки кофе. Три! А! На троих! Ставлю пачку стиков. Поддерживаю. И поднимаю. Ол-ин! Скрываемся. А-а-а! А-а-а! Развели! Бардак тут! Э-э-э! Что вы делаете? Мы в карты вообще-то играем. Чё ты думаешь? Что у тебя валет? Ну, ходи у него две шестёрки. Мы вообще-то играем в покер. Знаете такую игру, а? Лучше бы в дурака играли. В дурака неинтересно. Разве что на раздевание. А? А-а-а! Вызов принят. А стиры-то не новые. И две шестёрки на погоны. Тебе и тебе. А-а-а! Чё сидим? Снимаем труселя голожопые. Дайте хоть чем-то прикрыться. Снимаем труселя голожопые. Да. А мне? Хотя... Чё этого хватит? Да. А-а-а! 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 Что, нормально рубашку не мог выгладить? Да ладно, нормально. Так, отвязали Аню от железной дороги. Тоже мне толстые. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктора Сергеевна. Вы хотели с нами поговорить? Да, присаживайтесь. Дело в том, что ваш Павлик рассказывает о вас жуткие вещи. В смысле? Вы понимаете, что семейные скандалы, они напрямую отражаются на психике ребёнка? Подождите, какие скандалы? Мы отлично ладим. Нормально. Да что вы говорите? А Павлик вот что рассказывает. Я даже записала. Мама говорит, что папа из неё всю кровь выпил. Как это? А вот так вот. Теперь Павлик боится, что его папа вампир. И он боится засыпать ночью. Потому что вдруг папа придёт и высосит из него всю кровь. И он будет стонать, как мама. Он об этом рассказал всем детям. Теперь я не могу их уложить спать. Блин, а я ещё думаю, что они меня все пальцем тычут и разбегаются с визгом. Ну, может быть, я что-то и сказала сгорячо, а ребёнок не так понял по-детски. Ну, бывает же. Нет, нет, нет. Вот, смотрите, что ещё сказал. Смотрели с папой мультфильм про бабу-ягу. И папа сказал, что вот это твоя бабушка. Теперь он, видите ли, боится ездить к бабушке, а вдруг она его в печку посадит. Подождите, поэтому сейчас Павлик боится ездить к моей маме, да? Да ладно, что ты начинаешь? Малый что-то придумал там, а ты заводишь. Нет, нет, нет. Ваш Павлик очень честно, он ничего не выдумывает. Да? Да. Тогда вы, Виктория Сергеевна, у нас любительница футбола, получается. Я вообще не люблю футбол. Да? А Павлик рассказывал, что вчера от вас выходил какой-то парень и кричал на весь садик «Вика, Динамо!» «Вика, Динамо!» Я за Павликом? Да. Б-16 мне нужен, и за 17 июля ещё посмотри. Да, да. Здравствуйте. Здрасте. На меня напал маньяк. Я перезвоню. Сейчас напишем заявление. Я понимаю, что вам сложно об этом говорить, но всё-таки мне нужны подробности, как, что и каким оружием он вам угрожал. Да, да, всё есть, всё есть. Я сейчас найду. Вот, сейчас найду, сейчас точку я найду. Это, это вы всё у него забрали, что ли? Нет, 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 это, это, это моё, это моё. Я у него забрала, вот, паспорт и проездной, да, и проездной, да. О, малышка Евгений Александрович. Да. Ну, в принципе, мне этой информации достаточно, мы вам сообщим, как только его найдём. Не надо его искать, он здесь. А ну-ка зайди. Вот, полюбуйтесь, это он. Здрасте. Здрасте. Ну, рассказывайте, как и где это произошло. В лифте. Это произошло в лифте. Мы застряли, и он воспользовался моментом. Хотя, это всё неправда. Она нажала кнопку стоп и стала ко мне приставать. Ммм, и не стыдно тебе, а? Не стыдно, а? А? Честно говоря, у меня маловато оснований для задержания. Вот, вот. А я вам говорил, женщина. Накажите его, пожалуйста, со всей строгостью закона. Мужик, да тебе тут лет пять светит, не меньше. Что? За что это? Ещё не знаю, за что. Сейчас нарисую, узнаю. Сколько? Сколько? Пять? Пять. А-а-а, да я сказал пять. Какие пять? Тут пятнашка строгого режима. Вы в своём уме? Я ничего не сделал. Дело сделал. Дело сделал. Можно у нас? Да нет, ну это уже слишком даже для нас. Ммм, тут долго. Можно ваш паспорт? Ага, сейчас, сходочку. Вот, пожалуйста. Что? Что происходит? Извини, мужик. Евгений Александрович и Марина Францовна. Властью данной мне, моим кумом, объявляю вас мужем и женой. Всё-таки пожизненно испытали. Да? Горько в коридоре. На троих. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы что-то нарушили. Нет, нет, ничего. Я просто отгонял мух жезла. Ага, мухи-то к деньгам. Спасибо за информацию. Вы можете ехать. Всё, можно ехать? Да, да, счастливого пути. И как можно дальше и быстрее. Нет, нет, но мы всё-таки продемонстрируем. Покажи права инспектору. Вот. Отличная фотография. Можете ехать. Нравится? А у меня на паспорте ещё лучше. Хотите, покажу? Верю на слово. Счастливого пути. А может, вы нам свои документы покажете? Давайте не сегодня. Ну ладно, странный вы какой-то. Ладно, поедем мы. До свидания. Счастливо. Ага. Да. Ах, странный. Что ты? А может, вам техпаспорт показать? Ну, давай я чудо, дура. Счастливо. Ай, ты. Тьфу. Матраин.